Добрый день, уважаемые пользователи! Меня зовут Анатолий Пикуль, я инженер из группы разработки расчетного процессора LiraSapper. Сегодня я расскажу вам о том, как устроены новые разработанные нами итерационные конечные элементы. При моделировании современных строительных конструкций эффективность использования материалов неразрывно связана с точностью их расчета. Линейные конечные элементные модели часто не позволяют правильно оценить напряженно-деформированное состояние конструкции и в таких случаях применяют нелинейные методы расчета. Мы можем их условно разделить на шаговые, итерационные и комбинированные шаговые итерационные. С помощью шаговых считаем геометрические, генетические и физически нелинейные задачи, а также динамику во времени и нестационарную теплопроводность. С помощью итерационных считаем физические и конструктивно нелинейные задачи, а также инженерную нелинейность. Если же схема комбинированная, то в таком случае используем шаговый итерационный метод. Для учета разгрузки не по ветви загружения необходимо использовать итерационный метод расчета с пошаговой историей нагружения. В рамках этого доклада ограничимся физически нелинейными задачами. В качестве шагового метода используется метод продолжения по нагрузке, предложенный Биргером. В этом методе нагрузка разбивается на шаги, и на каждом шаге приложения нагрузки ищется жесткой системы для последующего шага. Результирующие перемещения представляют из себя сумму перемещений на каждом шаге. Точность расчета зависит от количества шагов разбивки нагрузки. К преимуществам этого метода относим то, что всегда можем получить решение, даже если система разрушается. И также в случае разрушения можно легко определить проблемные элементы конструкции. К недостаткам метода относим эффект запаздывания, который проявляется в динамических задачах при частой смене направления нагрузки, как раз из-за того, что жесткость вычисляется на предыдущем шаге. Второй недостаток связан с тем, что такие конечные элементы не выключаются из работы после образования шарниропластичности и не только продолжают нести накопленную нагрузку, но и воспринимают новую сверхнесущие способности. В качестве итерационного метода для применения новых конечных элементов мы взяли модифицированный метод Ньютона-Кантеровича, он же метод компенсирующих нагрузок. В этом методе нагрузка прикладывается на схему полностью, выполняется линейный расчет и на полученных линейных перемещениях вычисляем нелинейный отпор системы. Разницу между приложенной нагрузкой и нелинейным отпором, это и будет компенсирующая нагрузка, прибавляем к уже действующей нагрузке. Снова выполняем линейный расчет. Итерации повторяются, пока компенсирующая нагрузка не становится меньше заданной погрешности. К преимуществам этого метода относим то, что конечные элементы не берут на себя усилия выше несущей способности. При разрушении элемента не фиксируются накопленные усилия и в динамических задачах отсутствует эффект запаздывания. Еще одно важное преимущество – однозначность напряженно-деформированного состояния. В сечениях со сложной расстановкой арматуры одной комбинацией внутренних усилий может соответствовать несколько деформированных состояний. В шаговом методе мы могли найти только одно из решений. А поскольку в витерационном методе нелинейный отпор ищется на основании деформации, то такой неоднозначности не возникает. К недостаткам относим то, что решение может не сходиться вообще. А также, если мы считаем конструкции с учетом разгрузки не по ветве загружения, то необходимо запоминать параметры предыдущего шага нагружения. Диаграммы деформирования для итерационных конечных элементов используются те же, что и для шаговых. Но если вы решили посчитать задачу с учетом разгрузки материала с начальным модулем упругости, то тут мы на данный момент предлагаем два метода разгрузки. В обоих методах разгрузка происходит по упругопластической модели, но в первом методе последующая загрузка идет либо к первому перелому на диаграмме, либо к точке с максимально достигнутой ранее деформации на ветви. Во втором методе реализована модель материала с изотропным упрочнением. Разгрузка на участках с разупрочнением выполняется на данный момент также по упругопластической модели. В релизе 1 выбор метода разгрузки реализован через опции настройка расчетного процессора. Для этого нужно вручную из папки bin запустить файл fsolver.exe и выбрать нужный метод разгрузки. Сейчас эта настройка управляет видом разгрузки стержней и пластин с новым признаком физически нелинейного расчета, итерационный и учет разгрузки. По умолчанию принят метод 1. В последующих релизах планируем реализовать инструмент выбора, способы разгрузки для каждого типа жесткости отдельно прямо в визоре. Осмотря по вечерам на следующий слайд, я понимаю, что мы находимся только в начале пути. Как же устроены элементы? Сечение стержней разбивается на элементарные участки. Оболочечные элементы соответственно разбиты на слои. В центрах этих площадок у стержней и в центрах слоев пластин будут определяться напряженно деформированное состояние и хранится предыдущее состояние для элементов с учетом разгрузки. В стержнях на каждой итерации на полученных перемещениях определяются деформации в сечении и в соответствии с распределением деформации по сечению определяются напряженно-деформированные состояния в элементарных площадках сечения в соответствии с диаграммами деформирования. Далее напряжения собираются в нелинейные отпоры. В пластинах деформации в каждом слое переводятся к главным площадкам. В главных площадках вычисляются напряжения в соответствии с диаграммами деформирования, после чего выполняется переход к осям согласования, в которых собираются усилия со всего элемента. На основании этих усилий вычисляются нелинейные отпоры в узлах элемента. Для тестирования метода решено ряд задач. Представлю некоторые из них. Упругопластический изгиб балки из монографии Прагера. Параметр ρ определяет коэффициент к равномерно распределенной нагрузке на балку. При ρ равняется 2 трети, деформации на крайних фибрах балки в центральном сечении приближаются к пластике. При ρ равном единице все сечение уходит в пластику и образовывается пластический шарнир. Прогиб центра балки при этом возрастает экспоненциально. Если мы посмотрим на разницу результатов для ρ равняется 1 между шаговым и итерационным методом, то увидим, что шаговый метод все же дал решение всего-навсего в три раза выше, чем линейное. При этом схема уже является геометрически изменяемой. Следующая задача. Упругопластический изгиб клиновидной консоли. Аналитическое решение этой задачи приведено у Люблинира. Четырехметровая консоль находится под действием равномерно распределенной нагрузки. Материал задан по диаграмме Прантля без упрочнения. Решать эту задачу будем с помощью итерационных конечных элементов с учетом разгрузки с начальной жесткостью. Как видим, итерационный метод на этой задачи показал себя значительно лучше, чем шаговый. Если же мы посмотрим на изополя напряжений, то увидим пластические зоны. Разгрузка выполняется приложением нагрузки с противоположным знаком от загружения. При разгрузке итерационным методом образовываются остаточные напряжения, а вот при шаговом методе их не будет. Если посмотреть эпюры по сечению, то можно увидеть характерную картину, описанную в литературе. Так, при упругой разгрузке ожидаемое остаточное напряжение соответствует сумме нелинейных напряжений загрузки с упругими напряжениями разгрузки. И образовывается такая вот картинка. В данном случае такие эпюры получены с выполнением разгрузки по первому и по второму методу, о которых шла речь ранее. Решение упругопластического изгиба двутавровой балки приведено в монографии Иванова. Как видим, из эпюры в пластику вошла только нижняя часть сечения. Численное решение этой задачи получилось с практически одинаковой точностью, как шаговым, так и итерационным методами. На этом у меня все. Спасибо за внимание!